Всем добрый день! Меня спрашивали подписчики, что такое кальций для курей. Вот смотрите, это дешевый вид кальция для курей. Кальций нужен курочкам для того, чтобы яичная шкарлупа была твердая. Если нет возможности купить в аптеке кальций, ну специально продается порошочек такой, в ветеринарной аптеке, тогда берете просто ракушняк, вот обыкновенный ракушняк, крымский, одесский, какой у вас есть, это на данный вид, не знаю, по-моему, крымский раз такой он рыхлый, одесский более набитый. И бьете вот так меленько, и тоже хорошая будет подкормка курочкам для пищеварения. И укрепляется яичная шкарлупа. А если у кого есть цыплятки, то это еще хорошо действует для укрепления костей. Ну то есть, когда яйца ставить в инкубатор или под курочку, потом вылопливаются крепкие цыплятки. Я сказала, все не то. Давай ты раз. Всем привет. Спрашивали, где взять кальций для курей. Кальций для курей продается в ветеринарной аптеке, можно взять. Можно яичную шкарлупу собирать, потом бить, молоть, тоже давать. Он нужен, чтобы у курочек были крепкие кости, крепкая шкарлупа в яичках была. Также дают цыпляткам кальций для роста костей и укрепления костей. Мы вот, кто на побережье Черного моря живет, даем обычный камень ракушный. Вот видно, как тут за миллионы лет откладывались ракушки. Ракушки отмирали и откладывались. И получается вот такой вот камень. У нас старый город, вот из такого камня построенный. Его нарезали и строили город. Достать его у нас очень просто, он везде можно найти. Вот мы его отрубаем кусочек и вот так вот бью. Вот вам и кальций. Тут и ракушка, и песочек курочкам. Тут все есть. Которые курочки в загородках живут, не гуляют, не имеют, вернее, вольного выгула, обязательно кальций надо давать. Даже взрослым курочкам для укрепления яичной шкарлупки. Вот сейчас мы им дадим, увидите, как я им даю. Несем, да? Да, сейчас, подожди. Артемчик, давай соберем это все. Собираем. Смотри, соберем все в ведерко. Битый ракушняк собрали. Собрали. Артем, там надо на тряпочке бить. Идем, будем кормить курочек. Идем. Ты высыпешь, и я покажу. Это наши курочки. Они ждут вкусняшки. Они любят. Курочки легор у нас. А петух арпингтон. А это наш серафим. Арпингтон, мы его любим. По сравнению с курочками. Ему уже много лет. Какой он огромный, да? И он у нас для красоты. Артем, где наш петух? Вот такая приспособление у меня здесь. Вот здесь у них постоянно имеют доступ к кальцийу. Не надо собачку трогать. Идет, льют. Он у них там есть постоянно. И они выбирают себе, какую нужную им ракушечку или мел. Курочки у нас в загородке живут. Курочки у нас легорн. Было много порода у нас. И адлерские серебристые, арпингтоны. Много держали. Ну, мы решили, что мясная порода нам не подходит. Почему? Потому что мало яиц несут, а кушают много. Мастер Грей держали. Очень хорошая порода. Продуктивная. Она и мясная, и яичная. Ну, в итоге перешли на легорнов. Почему курочка небольшая? Она не мясная, но она исключительно яичная порода. Кормим мы их. Вон там, кукурузка, пшеница, горох, битый. Все, что есть. Можно ячмень битый давать, смесь делать. Вот у них зерно-смесь. А также все отходы со стола у нас идут. О, петушок. Привет, подрались. Арпингтон ему немножко перья на шее повыщупывал. А тому ничего нет. А тому ничего, он хозяин у нас. Выводили мы сами этих курочек. Покупали яички. Нам прислали. Да, видишь? Ого. Иди, потрогай его. Но некоторые у нас курочки, видно, близко скрещивание. Немножко с кривыми лапками получились. Но ничего, они себе несутся, все нормально, ходят. Для размножения, наверное, уже не будет годиться, да? Ударился? Для размножения надо поменять петуха. Надо другого петуха найти. Чтобы не родственник. Да, чтобы не было... Смотри, как у него перо торчит. Ну, это же они подрались. Артем, посмотри, как у петуха перо торчит. Пойди, выписывайся. Ой, как старается. Это он, чтобы его разговаривал. Там выход в теплый курятник у нас сзади. Вот это вот, видишь? Это в теплый курятник. Они у нас там несутся. А дальше еще одна вольера. Так что места им хватает. Даем сейчас лето. Даем много зелени им. Трава. С удовольствием они ее там ковыряются в ней. Кушают ее. Хорошо. Всем удачи. Хорошая порода. Так что рекомендую левогорного. Несутся хорошо. Несутся очень хорошо. Яичек хватает. Яички беленькие в них. Большие, хорошие в яичке. Не мелкие. Смотрите, как она в воду. А этот старается певец прям вовсю. Дайте перышко сру. А, это твое. Он просто торчит в другую сторону. У них сухенькая здесь загородочка под навес. Солнце к ним не печет. У них здесь очень хорошо. А вот, это вторая наша загородочка. Вот они отсюда выходят. Здесь мы им трапку бросаем. Они с удовольствием ее щупают зелень. Вон, серафим поет, как красиво. Загородочка у них тут хорошая. Вон я шиферину поставил. Они там прятаются. Если дождь идет, могут там спрятаться. А могут в сарайчик зайти вот туда. Так что, они тут солнечные ванны принимают. У них тут виноград сверху. Уже виноград отцвел. Уже вон громки. Сейчас покажу. Ага, вот. Уже громочки начали завязываться. Это простой Изабелла виноград. Он неприхотливый. Растет сам по себе. Так что, у них тут дерево растет. Вот оно. Слива. И они тут себе гуляют. Травку кушают. Травку любят. Вот так живут наши курочки. Им тут хорошо. Места много. Так что они загородочки. Огород. Тут у меня калиточка такая вот. Закрывается на супер замок. И все. Ты белый пел теперь арпентон. Смотри, как-то курица стоит. Как каркатенько. Ага. Все. Всем пока. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok